я приветствую вас друзья вы на канале веселый инженер да видео выходит немножко реже но лето сами понимаете надо немножко отдохнуть и вам и мне всем расслабиться с нового года с сентября мы начнем чаще публиковать видео и больше с вами общаться сегодняшняя тема дефекты резьбовых соединений причины возникновения будет упор именно на причины почему возникают такие дефекты может быть кому-то это видео будет даже и полезно и так друзья что же такое резьбовые соединения вы конечно же знаете но мы кратенько пробежимся резьбовое соединение соединения деталей при помощи резьбы резьбы отличаются между собой так как они имеют разные размеры шаг профиль ход и так далее резьбовые соединения применяют в машиностроении приборы и станкостроения авиационной промышленности других направлениях да в принципе везде да даже сантехники применяют везде в нашей жизни используют резьбовые соединения вы с ними сталкиваетесь в принципе наверное каждый божий день способы получения резьбы и так нарезание токарными резцами как внутреннюю так и наружную резьбу резьба фрезерования в основном резьба фрезами и вихревыми резьбонарезными головками нарезание митчиками плашками резьбонарезными головками накатывание роликами накатными головками раскатниками накатными плашками шлифование ну шлифование это уже такое таскать чистовая обработка резьбы да а все остальные это с помощью именно резание но за исключением конечно накатки способов много это и автоматические и механизированные и ручные способы получения резьбы и так дефекты резьб и первый дефект это рваная резьба рваная резьба присутствует на многих соединениях с низким качеством подготовки дефект затрагивает геометрию витков сопровождается выкрашиванием отдельных фрагментов основные причины диаметр стержня больше номинального а диаметр отверстия меньше нарезание резьбы без смазки или ее недостаточно стружка не дробится обратным ходом инструмента посадка режущего инструмента но это встречается очень часто и в принципе можно к любому дефекту отнести посадку режущего инструмента что касается сош то это тоже такой универсальный момент который нужно проверять в первую очередь если у вас какие-то проблемы с резьбой и не только неполный профиль резьбы неполный профиль резьбы характеризуется недостаточным размером канавок в результате снижается прочность резьбового соединения возникает люфты и другие негативные последствия основные причины почему возникает неполный профиль резьбы диаметр заготовки меньше требуемого либо диаметр отверстия больше чем которое нам требуется для обработки у меня есть видео как выбирать диаметры под резьбу поэтому тоже можете найти на канале и ознакомиться перекос резьбы да есть и такой дефект он такой достаточно странный и встречается очень редко перекос резьбы характеризуется отклонением витков резьбы от оси заготовки основные причины неправильная установка резьба нарезного инструмента неисправность оборудования вот собственно говоря вот так задиры по резьбе до встречаются задиры вот такие так они выглядят достаточно не неприятно задиры по резьбе характеризуются механическими повреждениями целостности витков ограничивают подвижность резьбовых соединений создают значительные проблемы при сборке и разборке таких соединений основные причины почему у вас появляются задиры по резьбе малая величина переднего угла метчика недостаточная длина заборного конуса того же режущего инструмента сильная посадка и неправильная заточка метчика низкое качество сош да друзья я акцентирую всегда на сош потому что сош особенно при резьба нарезание очень большую роль играет особенно если вы нарезаете внутреннюю резьбу такими инструментами как не чек и даже если вы держите плашками то конечно же качество сош играет большую роль потому что силы трения там феноменальны высокая вязкость материала заготовки да если заготовка сильно мягкая то резьба может получаться вот такая вот собственно говоря с задирами применение чрезмерно высоких скоростей резания но тут вообще классика режим резания особенно при резьба на нарезание должны соответствовать тому что у вас технологическом процессе то есть расчетным если вы их увеличиваете то это должно быть как говорится в каких-то разумных пределах конусность резьбы конусность резьбы предполагает сужение профиля резьбы при значительных появлениях данного дефекта соединить изделие становится невозможно основные причины неправильное вращение метчика разбивание верхней части отверстия отсутствие метчика обратного конуса такое к сожалению тоже бывает зубля калибрующей части срезают металл провал по калибрам пробкам или люфты данный дефект резьбы приводит к значительному снижению надежности резьбового соединения и его люфту при эксплуатации основные причины разбивание резьбы метчиком при неправильной его установке большое биение метчика снятия метчиком стружки при вывертывании применение повышенных скоростей резания использование некачественных сош как увидите снова сош я упоминаю что она практически везде может послужить причиной отклонений вашей резьбы неправильное регулирование плавающего патрона или его непригодность в данной именно операции в этом все друзья спасибо за просмотр если остались вопросы пиши в комментариях обязательно отвечаю я все читаю всем добра и хорошего отдыха пока пока